здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о я думаю приятным потому что весна уже плавно плавно будет перетекать в лето тем более впереди 1 мая 9 мая ну а апрель как известно традиционно для жителей самых разных регионов страны является таким месяцем подготовки где-то что-то красят либо докрашивают то что начали красить может быть еще в марте где-то как-то пытаются благоустроить дворы причем делают это что хорошо было бы и сами жители и конечно же власти но и конечно работать депутатов администрации все понимают что впереди начинается такой не очень продолжительный но приятный сезон когда хочется видеть красивые дома красивые улицы и общество улыбающихся людей несмотря на все сложности которые присутствуют потому что это город это городской округ в котором живут люди и сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации городского округа люберцы богдан викторич погребский здравствуйте богдан викторич добрый день я так понимаю приблизительно правильно сделал вступление потому что видимо для местной власти для депутатов для всех людей которые переживают за жизнь города важно вот в апреле превратить его из зимнего так сказать состояние перевести уже плавно в летние совершенно верно я думаю для всех это для жителей для всех важно чтобы город преобразился стал да скажем так пришел в летнюю эпоху и чтобы всем было приятно чтобы на улицах было гораздо меньше мусора в лучшем случае чтобы его вообще не было конечно зима у нас всегда на как сходят до к сожалению дороги немножко портятся и ну и люди кстати иногда тоже не особо следят за порядком да а под сейчас будет все видно да и в рамках этого у нас в области с 1 апреля стартовал месяц месячник чистоты благоустройства он продлится до конца апреля но естественно мы работы не будем заканчивать в рамках этого месячника мы каждую субботу проводим субботники занимаемся как очисткой территории вывоза мусора так и покраской разных элементов значит обновлением то да да высадкой зеленых насаждений соответственно все это мы делаем как силами предприятий и учреждений городского округа так и с помощью жителей ведь только все вместе мы не сможем сделать город чище наш но я вам так скажу конечно это сложный такой вопрос мы с депутатами с представителями администрации с разными людьми здесь общались в обществе просто с жителями городского округа люберцы людей с разным да кто-то сидит и ждет что вот сейчас не приедет кто-то и покрасит потом еще не нравится какой краской покрасить такой тоже бывает да а так чтобы самому выйти тем более ты здесь живешь здесь играют твои дети до посадить какой-то цветочек а есть люди которые действительно в этом активно принимают участие и просто но вот диву даешься что как как можно благо благоустроить и когда все это совместно тогда получается мы добиваемся результаты вот тут возникает вопрос ведь субботник он у нас имеет такую историю не зря же в апреле проводился так совпало и я помню прекрасно что тоже всегда ну либо скажем партийная такая была составляющая владимирич ленин и так далее да а кого-то загоняли а кто-то с удовольствием проводил время потому что люди общались люди облагораживали то место где они живут какому-то может быть окрасили какие-то такие объекты которые раньше не красят вот тут такой возникает вопрос вот эти субботники они прорабатываются на основе чего как они создаются кто эту схему работы субботников как предприятия они же должны как-то друг за дружку чтобы не было так и меду здесь покрасили одной краской а дальше продолжили другой нет но в любом случае уже есть сформированные допустим какие-то объекты понятно что там придерживаемся той стилистики которые уже есть но как бы обобщить я могу сейчас немножко сказать о том что 22 апреля у нас прошел общеобластной субботник в рамках которого у нас были убраны как дворовые территории так и общественные территории так и территории общеобразовательных учреждений медицинских учреждений крупных производственных предприятий кто торговых предприятий то есть была проведена очень массовая работа и приняла участие достаточно большое количество человек по нашим подсчетам то только за 22 апреля вышла на субботник более сорока трех тысяч человек 40 до это хорошая цель это хорошая цифра да и по всему городскому округу было убрано порядка двух миллионов четырехсот тысяч квадратных метров территории территории да это по всему округу и собрано порядка 22 тысяч кубических метров мусора это если мне не изменяет память соответствует ну так чтобы даже не было понятно это порядка по моему 180 железнодорожных вагонов тот я вот ехал сегодня на эфир смотри такой поезд и да и кстати нам на мой взгляд это еще такая полезная история что но правда есть такие территории кусок до скажем фрагменты территории куда иногда просто руки не доходят до субботник он как раз помогает немножко расширить вот эту зону до до я не об этом тоже могу рассказать смотрите у нас было сформировано под уборку именно тоже в этот же субботник это 25 общественных территорий то есть но это как бы те территории которые которыми пользуются все но грубо говоря они они просто общегородские убирать их нужно их и так убирают учреждения которые закреплены за для уборки но тем не менее для того чтобы прям навести лоск понятно что нужен субботник соответственно 25 территорий были по всему городскому округу распределены это во первых те территории на которых наибольшее количество людей проходит и опять же там есть территории которые мы знаем что пока по теме или иным причинам там допустим загрязняются больше соответственно на 25 общественных территорий была проведена тоже комплексная уборка вывоз мусора вы на некоторых из них высадка зеленых насаждений до соответственно также помимо этого была проведена проведен субботник в 299 дворовых территорий то есть уже с участием жителей до и на 25 общественных тоже жители принимали участие соответственно это 299 дворовых территорий это не значит что 299 домов а это дворовые территории дом домов естественно было захвачено намного больше соответственно именно в уборке дворовых территорий приняло участие порядка там 15 тысяч человек это жители сами которые хотят это как жители так и управляющей компании если это под эгидой управляющих компаний совместно с жителями были проведены эти субботники он может некоторые жители познакомились поближе с управляющей компанией лицо в лицо что за одну может даже высказали то что им не нравится а может кто-то сказал то что именно потому что мы привыкли только ругать да на самом деле этом я могу сказать что на всех территориях но не только общественных но вот и дворовых везде были организованы точки выдачи инвентаря все кто хотел принять участие получили инвентарь перчатки мешки для мусора на многих территориях была предоставлена возможность людям покушать то есть чай сушки баранки перепада перекусить на некоторых территорий даже было музыкальное сопровождение чтоб людям веселей под музыку нам песня строить и жить помогает и совершенно верно помимо этого вот мы сказали общественные территории дворовые территории субботник проходил в шести парках получается территория которая убиралась это площадь этой территории составила порядка 80 86 гектаров но это тоже немало соответственно получается объекты здравоохранения 26 объектов здравоохранения выходили опять же как и сами там врачи служащие данных поликлиниках и и и также на жители кто хотел принять участие тоже помогали потому что тоже наш поликлиниках про естественно естественно все своими руками а вот такой вопрос сейчас вот завершается уже как бы этот проект ну все равно наверно какая-то система субботников на год но если может быть по-другому называется она распространяется будет ли какие-то летом проходить такие уборки или осенью смотрите мы получается что в рамках от месячника чистоты и благоустройства на субботнике проводим проводим каждую субботу но если есть у кого-то желание это там можно организовать каждый день потому что ты потому что вот именно этот месяц апрель он как мы уже говорили с вами он направлен на то чтобы мы по максимуму убрали город для того чтобы людям было приятно в нем жить и находиться и 1 мая 9 мая длинные выходные и выходные а там уже лето и чтобы детишкам было ну понятно у меня вот кстати вы коснулись темы парков такая вот тоже очень часто были здесь руководители парков и обсуждали мы самые разные вопросы и есть такая губернаторская программа формирования комфортной городской среды проекта парки в лесу вот немножко о парках расскажите как сейчас насколько я знаю очень такие серьезные идут работы самые разные но хочется узнать из уст людей которые этим занимаются как непосредственно на сегодняшний день большие работы которые уже ведутся это парк лесная пушка это поселок октябрьский там были отыграны конкурсные процедуры в которых выиграли организации и вот которые уже приступили к работам то есть на сегодняшний день работы ведутся полным ходом и я думаю что мы превратим скажем так эту лесопарковую территорию мы и лесопарковые оставим потому что это в первую очередь лес там легкие настрои до настроены на то чтобы не навредить ну конечно но при этом привести его в порядок потому что ну как бы там кто и не говорил но мы понимаем что вот эти лесопарковые территории когда там нет ни дорожек ничего они зачастую и дикость и бурелом и мусор находится внутри гниет соответственно будет приведено все в порядок я думаю что жителям понравится потому что мы допустим когда у нас было делали благоустройство парк малахова озеро там на первоначальных этапах были некоторые люди против но после того как как они увидели что из этого получилось вы были наверное сами дальность вот очень комфортная среда для пребывания очень все хорошо люди могут свободно передвигаться как и на велосипедах ну и своим ходом с колясками как это дошли города да совершенно верно то есть людям просто нравится эта история и большинство ну понятно все довольны не могут быть всегда есть кто-то но да и но большинство людей очень довольны тем получаете какие-то отклики от людей естественно да но надо понимать что в каждом парке есть инициативная группа жителей то есть они следят они находятся на постоянном скажем так общение с руководной контакте до с руководством дирекции парков то есть обратный отзыв всегда есть обратно связь работает за а вот само озеро я так понимаю тоже к нашей радости почистят его не нужно значит также в этом году и с переходом в стиль на следующий год предусмотрено и не только предусмотрено уже приступили к работам по очистке самого озера в ходе этих работ значит вода из озера будет спущена практически бояться не нужно если кто-то вдруг увидит боже тебя было озеро сегодня нет нет это также есть рабочие группы с которым на постоянной основе общение происходит все контролируют ход работ с этим воду до будет произведен спуск воды затем подрядчик механизированным способом достанет туда оттуда ил иловые отложения которые будут потом вы вывезены а потом произойдет опять насыщение озера но помимо этого я могу еще сказать что в рамках того что сейчас идут работы по подготовке к спуску озера очень хорошо почистили русло реки македонки ну это же замечательно вот потому что вода и давайте посмотрим каким это будет озеро такое вроде как старое озеро но превратиться в новое спасибо большое первая часть мы завершаем второй части продолжим говорить вопросов еще много программа у нас к сожалению коротко так что сделаем небольшой паузу и вернемся в студию открытого диалога напомню что эта программа открытый диалог у нас студии заместитель главы администрации городского круголюберца богдан викторич погребский как понимаете вопросов миллион и даже наверное часовой программы не хватит но тем не менее мы решили оттолкнуться от того что сейчас всех прежде всего волнует такой переход из весны в летнее состояние ну и конечно же тема дворов вы уже немножко ее коснулись двор это я всегда всем кто приходит сюда и депутаты просто жители есть коренные жители до которые появились на свет для них это такая очень важная история жизненная есть люди которые чего там греха таить ну здесь скажем так спят а работают например в москве такие тоже люди но никто же из двор они тоже по нему ходят и и рано или поздно на лавочку хочется присесть а если лавочка корявая то тогда сразу возникает вопрос кстати многие депутаты говорили что некоторые даже просто лавку куда-то переставить или шлагман переставить вот такое у меня долгое вступление тема дворов насколько сегодня она у вас стоит остро с точки зрения внимательного изучения всего того что хочет хотят жители и что может дать администрация мы максимально пытаемся учесть мнение жителей по по максимуму к этому подойти понятно что на сто процентов не всегда это получается в силу там субъективных и причин соответственно на этот год у нас будет реализовано благоустройство 27 два дворовых территорий вот это опять же один дома несколько да 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 соответственно это мы будем производить в рамках совместной программы с московской областью спасибо отдельное нашему губернатору и андрей юрьевич и также это происходит в софинансирование с бюджетом московской области то есть я не понимаю что бюджетик будет называться уже бюджет неплохой бюджетного того чтобы этот вопрос решить да 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 то есть мы будем предусматривать максимальную возможность по благоустройству этих дворовых территорий со стороны московской области они уже утверждены все эти рекомендах да схема да какая-то существует что что нужно сделать и как это но мы по заявкам населения населения по обращением жителей формируем список он гораздо больше чем там 27 гораздо больше они мы передаем в области этот список товара и они в том числе принимают участие по отбору тех территорий которые могут быть благоустроены то есть получается что не только непосредственно администрация городского куриберца но таскать в сцепке вместе с на русском с московского областью и тогда еще раз хочу обратить внимание что есть возможность почему еще на тему денег всегда потому что депутаты наши которые побывали здесь студии не раз у них конечно всегда есть возможность финансово люди приходят вот надо то 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 конечно московская областная дума помогает и государственная дума но тем не менее вот с точки зрения уже административных органов конечно это было бы хорошо почему потому что я уверен что проблему вы все знаете и не всегда наверно была возможность их дофинансировать а здесь уже помощь никогда но и даже те проблемы которые мы возможно не знаем нам помогают жители активно то есть они обращали как тут жители сейчас общаются с администрацией я так понимаю обратная связь на настрой но в лес сейчас у нас в эпоху развития цифровых технологий я скажем так ничего не никто нигде не может спрятаться потому что в любом случае есть обращение как просто через социальные сети то есть там у всех и у глав и у заместителей у всех есть присутствие в соцсетях соответственно там всегда отвечаем на те вопросы которые поступают соответственно там есть такие программы как там добродел то есть мы даже при если бы мы хотели не как-то не реагировать у нас это не получится но у нас и нет такого желания не реагировать лучше когда мы знаем проблему мы на нее реагируем потому что но скажем так чем больше людей тем лучше и понимание проблем конечно конечно ну и тут вот плавный такой переход мы вот завершение частично что конечно в этом году у нас год особо 400 лет городскому округу люберцы все пока еще в такой на держится в приятные интрига потому что ну великое такое событие как бы 400 вот мы с вами получились 400 лет люберец дождались мы об этом поговорим чуть-чуть в финале а но сейчас все таки на фоне и этого события и всего что происходит и как я уже сказал люберцы это один из самых активных участников развивающихся в московской области город городской округ который знает далеко за пределами московской области и естественно люди когда выбирают где жить например до приезжает москву или из других городов и очень часто начинают искать где выбирать выбирать иногда по неким экологическим вопросам вот тут конечно тоже всякая мифологизация существует но мы это пусть уже мифологи этим занимается как на сегодняшний день в районе у нас с экологическими вопросами у нас есть улучшение помимо этого что сейчас очень активно ведется программа по постановке предприятий на учет как объектов негативного воздействия на окружающую среду такой механизм и надо этот механизм есть я могу сказать что многие предприятия с удовольствием идут и становятся на учет соответственно зависимости от того какой они опасности для окружающей среды составляют они выплачивают определенные денежные средства которые в полном объеме идут в бюджет городского округа и более того они могут быть использованы только на экологию а то есть никого никуда эти да то есть только на экологию соответственно если предприятие на носят какой-то экологический ущерб то те деньги которые от него поступают идут как раз на то чтобы улучшить экологию поняты русскую из предприятию выгодно все-таки решать вопросы чтобы она превратилась из плохого в плане экологии в хорошие не платить деньги но она с другой стороны может даже иногда и выгодно кто же тогда будет и платить то есть парочку предприятий таких нужно оставить владимир я шучу конечно в любом случае мы можем порекомендовать сегодня людям которые делают выбор между севером московской области западом востоком и так далее люберцы как вот регион которые с точки зрения экологии становятся чище по карьере программа такая но программа существует в любом случае мы будем стремиться к тому чтобы людям в том числе и в экологическом смысле было удобно и комфортно здесь ну потому что это тоже такой важный момент и возвращаясь к теме опять живут субботников и даже целая программа до существует и так далее и на протяжении года когда к нам приходят и руководители жкх и так далее все-таки сегодня общаясь со многими я могу сделать вывод сами технологии до изготовления каких-то на инструментарий скажем так все-таки стремятся чтобы это было экологично все-таки мы думаем о себе не могу не задать еще такой вопрос у нас впереди длинные майские праздники и конечно же самый главный праздник день победы вот на территории московской области городского круга ну сама история до битва за москву и так далее много всевозможных памятников стал каких-то памятных досок вот как сейчас идет подготовка сейчас я вам на этот вопрос тоже отвечу но еще хотел затронуть некоторые моменты которые по благоустройству данной затронуты значит помимо того что я сказал уже про благоустройство дворовых территорий 27 этих дворовых территорий у нас еще есть программа по благоустройству это народной тропы и этих скажем так объектов будет по всему город городскому кругу 49 что это значит скажем так тропы где люди привыкли ходить и то есть просто на пробили дорогу но они не благоустроенные людям допустим когда у нас непогода приходится там идти по грязи соответственно вот многие из этих троп будут в этом году благоустроены то есть они будут асфальтированы и по ним будет приятно и комфортно передвигаться жили то есть как принято я помню еще в советское время нам рассказывали что вот как там странах смотрят как народ построили дом смотрят как он ходит много-долго смотрят только потом когда увидели что вот здесь дорожка в здесь дорожкой только потом их там асфальтирует что люди сами пробили и да так что это хороший подход и помимо этого еще у нас в этом году также это в дворовых территориях будет предусмотрена скажем так возведение детских игровых площадок по от губернатора по программе папа по губернаторской программе данных детских игровых площадок на этот год у нас предусмотрено 77 до но они такие современные а это все современные хорошие площадки но мы сейчас в любом случае в рамках любого благоустройства придерживаемся только тех принципов чтобы это было современно надежно и безопасно но то о чем мы говорили всю программу ну вот все таки финал два события первый день победы а потом 400-летие любили с так сказать целый год вот как идет подготовка в рамках дня победы у нас преддверии дня победы у нас идет подготовка это во-первых также вы высадка цветов также приведение в порядок если где-то что-то чуть-чуть не так получилось там за год мы понимаем что и погодное воздействие есть это мы приводим в порядок все памятники замазать до мемориалы то есть по всем этим направлениям идет работа с каждым мемориал как говорится на да конечно карандаш а 400-летие вот дело то что все ждут все понимают что праздник идет к нам приходит сюда опять же представители культуры много всяких программ я так понимаю что пока ты все еще в разработке это наверно такая специальная интрига это но с одной стороны интрига с другой стороны даже то что все я до этого сказал это уже по как бы как подарок и нам и жителям всем к 400-летию потому что все те программы о которых я упомянул они будут реализованы в любом случае до дня четырехсотлетия соответственно у нас заготовлено еще немало приятных интересных сюрпризов и мы постепенно да я думаю что будем эти сюрпризы озвучивать постепенно эти сюрпризы касаются и благоустройства территории городского округа ну так и культурных программ но по культурным программам я думаю это уже не совсем ко мне но в любом случае наверняка с богданом это чем мы еще не раз пообщаемся тем более что событий много сейчас пробежит у нас майская неделя но праздничная потом уже ближе лето начнется в любом случае спасибо что нашли время ответить на эти вопросы почему потому что очень важно все таки видеть как что хотят люди и как на это реагируют власти причем разные ветви власти спасибо вам большое вам спасибо большое хорошая работа я напомню что это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания давайте делать городской округ люберцы чистым вместе и и и и и и